Привет, дружище! Усаживайся поудобнее, заваривай чаёк, открывай свой пирожок. Ладно, сегодня я вам расскажу о том, как я попытался стать гарантом по продаже аккаунтов. Но перед этим давайте я что-нибудь прорекламирую. Ну, во-первых, не забываем, что можно вступить в гильдию к тунцу под названием Лауэлэнд. Не забываем о том, что я зажравшаяся мразотная продажная скотина. Если вы скачаете игрушку, одну из трёх или даже три по ссылкам в описании, скачаете, зайдёте в эти игрушки. Может, даже поиграете, а может, потом сразу удалите. Но я, наверное, получу целый бакс за скачивание и буду чувствовать себя комфортнее, куплю ещё больше игр для канала. Ну да ладно, хватит уже, да, этого product placement. Я даже выговорить не могу. Короче, я даже выговорить не могу. Вот, ладно. Ну, это хорошо, что не один X-Bet, пацаны. Хотя, знаешь, если бы была возможность за большие деньги рекламировать, я бы, наверное, продался бы и рекламировал. Хотя один раз отказался. А вот потом, потом, сука, пожалел. Ладно, так, усаживайся поудобнее. Да, и не забываем подписываться. Я посмотрел, многие из вас смотрят видосы мои без подписки. Ну, такое себе. Это важно, ребят. Подпишитесь, пожалуйста, сделайте мне приятное. Вообще, да, классно я начал видео. Просто вас прошу. Так, короче, там лайк поставил. Игры в описании по ссылке скачал. Канал поддержал. Подписался. Там чай заварил. Слушайте, у меня, у меня к вам, я вот в последнее время, у меня к вам одни требования. Я не понимаю, как вы меня еще терпите, друзья. Огромнейшее вам спасибо. Потому что для меня это удивительная вещь. И я бы сам себя не терпел. Я, понимаете, я когда уже смотрю в зеркало на себя любимого, мне хочется прописать двоечку самому себе. А как вы меня смотрите и слушаете, это реально, это, понимаешь? Ребят, вы герои. Вы герои. И респект вам и уважуха. Так. Гарант, гарант, понимаете? Я уже несколько раз говорил, что все. Ну, его нахер. Я больше не буду записывать видосы по поводу там продаж аккаунтов, по поводу мошенников. Вот, по поводу всего этого дерьма. Я говорил, я не буду записывать. Я уже записал 100 плюс 500 видосов. И никакого толку нету. Все равно тех, кого суждено развести, их все равно разводят. На аккаунты, на деньги, на девственность. Блядь. Че я несу? Ладно. Короче, понимаете, ситуация в том, что, когда ты тратишь время, ты все рассказываешь, записываешь видосианские о всяких нехороших вещах, предупреждаешь своих подписчиков, а потом видишь, что это никаким образом не помогает. Тебе постоянно все равно пишут о том, что, блин, князь меня обманули. Расскажи. Я вот два раза человеку деньги отправил, а он мне так аккаунты не отдал. Я ему еще хотел третий раз отправить деньги, но я так подумал, может быть, он меня обманывает. Да и деньги закончились. Решил не брать кредит. Вот, понимаете, просто вот-вот досюда вот доходит. Но месяц-два назад случилась со мной достаточно интересная и показательная история, о чем я должен рассказать. Вот такое у нас долгое вступление. Не все досмотрели до него, но досмотрели, я уверен, только самые избранные. Потому что это интересно, ребята. Это интересно. Короче, у нас сложилась в игре такая ситуация, что многие игроки бросают играть. В особенности те игроки, которые уже в игре давно. Вот, как, к примеру, я. Я уже четыре года. Понимаете? Я уже четыре года в этой камере. Вот. На втором этаже шконки сплю. Блин. Хороши хоть не у параша. Блин, то что я несу сегодня? Так, тебя. Тихо, сейчас я вам все расскажу. Ну, можно, конечно, называть множество причин, но ситуация заключается в том, что даже несмотря на какие-то негативные вещи, которые вводятся в игру, я все-таки уверен, что большинство именно стариков бросают играть в битву замков по той причине, что вот, блядь, вот просто надоело. Понимаешь? Вот просто надоело. Потому что уже много лет, а битва замков это все-таки определенный режим. Да? Туда сходи, там присядь, ногу левую подними, на цыпочках попрыгай. Потому что битва замков это своя жизнь определенная, которая, скажем так, корректирует твою реальную жизнь. Если ты будешь это делать грамотно, то все будет хорошо, но иногда это может надоесть, в особенности после 4-5 лет игры. Я не говорю про новеньких, новеньким, что, игра должна быть по кайфу на самом деле, потому что бесплатных ништяков сейчас намного больше, чем раньше, но тем не менее. Вот, даже несмотря на все негативные вещи, многие просто бросают из-за того, что реально надоело. По этой причине, скажем так, стоимость аккаунтов давным-давно обесценилась. Я не буду, да, сейчас вам тут что-то рассказывать. Да, в игре у нас продаются аккаунты, они продавались в этой игре всю жизнь. Эти аккаунты и воровались, продавались, что только не было. То есть дофигища вариантов, мошенничества, да? Вот, но тем не менее. Сейчас, так как игроков бросает игру больше, причем бросают там не какие-то игроки по 100 тысяч силы, а нам по 400, по 450, по 470. Ну, то есть серьезные бойцы. Ну, цена аккаунтов приближается к отметке нулю. Хотя в аккаунты, опять же, вложено огромнейшее количество денег. Вот, к примеру, в мой аккаунт вложено, ну, не знаю, около 9 тысяч долларов. Хотя, ну, за все время, да, за 4 года. А продать, в лучшем случае, теоретически, если я запарюсь, его можно, ну, за 1020. При том, что у него есть абсолютно все герои, и, наверное, это для большинства игроков все-таки считается топовым аккаунтом. Вот, теперь рассказываю. Первая история, ребята. У меня один мой старый, скажем так, приятель по игре, собрат по оружию, сагильдиец, вот, мы там и в диктатуре с ним долго были, и в хулиганах, решил подзавязать с игрой. Но, как вы понимаете, это достаточно трудно сделать, когда у тебя под рукой аккаунт. Слить ты его не можешь, у тебя рука не повернется, а, как бы, если ты его не сольешь, и даже ты попытаешься бросить играть, битва замков, это как и любая наркомания, да, у тебя под боком лежит, у тебя есть возможность, ну, прикинь, ты на героине сидишь, да, ты вот решил бросить, вроде как неделю поломался, что-то там пытаешься сам с собой справиться, но при этом у тебя в квартире лежит там, не знаю, пару грамм на виду, и, как бы, ну, согласитесь, в этой ситуации трудно сдержаться. Какие-то тупорылые примеры, я привожу, ребят, я против наркотиков, это полная жесть, ну, просто вот наглядный пример, ну, типа, как бы, хотите быстро умереть, колитесь, и, вот, это быстрый путь туда, на небо, так что, как бы, вот такая у нас будет пропаганда всего этого дела, и я наблюдал такие картины, вот, в своей жизни, когда молодые ребята шли под землю, ладно, ну, и, чё, скажем так, что с аккаунтом, ну, то есть, как, как бросить играть, ребят, вот, как бросить играть, ну, то есть, ты, скажем так, слить аккаунт не можешь, рука не поворачивается, а он у тебя под боком, и, вроде, ты хочешь бросить играть, но ты всё равно заходишь, играешь, потому что, ну, это наркомания, это привычка, которая выработалась за огромнейшее количество лет, и, в конечном итоге, парень решил продать аккаунт, но, опять же, продать не за какие-то, там, 20 тысяч, потому что, ну, блин, вложено-то, несколько тысяч баксов, ну, какой за копейки-то продавать, согласитесь, да, решил продать за большую сумму, хотя на аккаунте, опять же, всех героев не было, но такой полутоповый, хороший аккаунт прокачанный, и, ясен пение, этот человек никому не доверял, вот, и пишет мне, слушай, тут такая ситуация, я никому не доверяю, я, конечно, знаю, что там везде всё обман, ты это рассказывал, но, вот, я хочу продать аккаунт, у меня нашлось несколько покупателей, и, вот, прям, они готовы купить за ту сумму, за которую, скажем так, я хочу всё это толкнуть, и там сумма была, прям, ну, около, там, трёх или четырёх тысяч долларов, ясен пень, мне уже сразу стало понятно, что это просто, мягко говоря, обман, я вам, я вам объясню систему, и вот он говорит, выступи, пожалуйста, в роли гаранта, я тебе, там, не знаю, 400, 400 евро, там, заплачу, там, ещё что-то, я, как бы, пытался объяснить, что это обман, и так далее, но, ну, как бы, ну, как бы, это бесполезно, понимаешь, это бесполезно, тем более, объяснять о том, что, во-первых, это обман, во-вторых, я никогда не буду никаким гарантом, думаю, ну, ладно, ладно, это мой хороший друг по игре, вместе воюем, давайте, попытаюсь ему помочь, скажем так, показать, что его все хотят обмануть, в чём заключается фишка, чтобы, скажем так, тебя подловить на крючок, мошенники согласны купить твой аккаунт за абсолютно любую сумму, ты хочешь, не знаю, 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 3000 баксов, неважно, да, они, они готовы, вот, только, пожалуйста, перешли им данные, они тебе, конечно, денежки все пришлют, и так далее, вот, но по факту, даже топовые аккаунты сейчас абсолютно ничего не стоят, их нету смысла продавать, если ты не хочешь испортить себе настроение, тебя, знаешь, иностранные 20 тысяч рублей кинут, и на 5 тысяч рублей кинут, тебя в 99% случаев кинут, вот, а когда будут говорить, ой, давай через гаранта, тут есть надежный гарант, и так далее, этот гарант, вместе с этим чуваком, будут за одну, и тебя там кинут два чувака, вот, или один чувак будет прикидываться за двух чуваков, он будет играть и роль гаранта, и роль покупателя, то есть там вариантов огромнейшее количество, ну, я согласился, я согласился, почему нет, давай посмотрим, ну, стало интересно, короче, фишка заключается в том, что, когда чувак, который хотел, типа, купить аккаунт, за 3000 баксов, ну, там, короче, нереальная сумма, понимаете, ну, нереальная, когда он точно понял, что, то, что будет гарант, князь, и это не шутка, он сразу же слился, и заблокировал моего, скажем так, товарища по оружию, ну, везде, где только мог, ну, кинул в ЧС, понимаете, в чем фишка, как только чувак узнавал, что не получится кинуть, и что реально нужно будет отложить, там, типа, 3000 баксов, и так далее, он сразу понимал, что все, мимо, типа, goodbye, Америка, и таких вариантов, пока мой приятель пытался продать аккаунт, было великое множество, то есть, когда люди узнавали, что будет какой-то не их гарант, что будет, там, вообще гарант, когда, когда они узнавали, что буду я, и, соответственно, обмануть никого не получится, они сразу же, моментально, сливались, ну, на этом история не закончилась, мой приятель, он все равно верил в удачу, а понимаете, ведь, вам предлагают большие деньги за ваш аккаунт, и хочется рискнуть, а вдруг это, именно ты, тот человек, которому повезло, и вот, получится за нормальные деньги продать аккаунт, не ведитесь на это, но психологически, подсознательно, это хорошо работает, мой приятель не отчаивался, и решил, скажем так, все-таки продать, но пускай за меньшие деньги, появился снова покупатель, который был готов, то ли за 100, за 150 тысяч рублей, купить аккаунт, да, на котором не было последних, скажем так, героев, вот, ну, я сразу, определенно понял, что это тоже мошенник, я зашел на его страничку ВКонтакте, и там, мягко скажем, по фотографиям, было определенно понятно, что человек, я думаю, не обладает средствами, чтобы покупать аккаунты игровые, по 150 тысяч рублей, но, тем не менее, почему не да, почему бы и не да, человек не слился, но он захотел пообщаться со мной, чтобы удостовериться, что я тот самый настоящий князь, из видео, вот, началось наше общение, не человек начал рисоваться, по поводу того, что, вот, видите ли, ему странно, ну, ему страшно, что любой аккаунт, да, можно, ну, хозяин может вернуть, да, через гугл, да, вы покупаете аккаунт, друзья, так, на минуточку, а этот аккаунт, люди, даже при том, что вы все изменили, там, все почты, что угодно вы там изменили, все равно через гугл поддержку, если хозяин с умом, он может вернуть свой гугл аккаунт, вы об этом тоже подумайте, ну, так вот, псевдопокупатель, за 150 тысяч рублей, начал мне писать, вот, Саш, я вот боюсь, вот, вдруг он вернет, этот аккаунт, и так далее, вот, понимаешь, короче, и вот, ну, и, как бы, я начал подыгрывать, я говорю, да нет, слушай, там, мой приятель реально уже бросает играть в игру, и это единственный способ у него, скажем так, чтобы избавиться от этой зависимости, и никакого смысла ему, скажем так, возвращать аккаунт обратно, нету, вот, ну, я ему говорю, но я не гарантирую, короче, я ему подыграл, с ним пообщался, вот, я все сидел и ждал, когда же, когда же он сольется, вот, вот, в конечном итоге он потом слился, написал, что, типа, он нашел более дешевый аккаунт, примерно той же силы, ну, я думаю, ну, все с тобой понятно, ну, чувачку, вот, мошеннику, вот, захотелось, скажем так, поиметь переписку со мной, что вы думаете, проходит некоторое время, и мне в комментариях начинают, бомбить мои подписчики, по поводу того, что, вот, там, нарисовался еще один, определенный новый мошенник, который людям, демонстрирует переписку со мной, переписку со мной, по поводу, там, продажи этого аккаунта, еще чего-либо, вот, и, как бы, таким образом пытаясь получить доверие от людей, чтобы их в дальнейшем, скажем так, взять и обмануть, и даже он кого-то таким образом обманул, понимаете, в чем фишка, то есть каждый, вот, когда вы, скажем так, входите в этот грязный, черный омут, продажи, покупки аккаунта, каждый вас хочет взять, ребятушки, и наебать, вот именно, я не буду подменять это слово, на слово обмануть, нет, это не слово обмануть, это слово наебать, каждый вас хочет взять, и наебать, и люди будут прикрываться абсолютно любыми способами, которые будут для них доступны, пускай переписка какая-нибудь со мной, пускай, понимаете, это может быть переписка, вот, как и с этим чуваком было, когда мы разговаривали по поводу аккаунта, я все ждал, когда он сольется, вот он теперь этой перепиской, там, пытается у кого-то получить доверие, это может быть переписка какая-нибудь, у меня много подписчиков, да, в друзьях ВКонтакте накопилось за эти годы, это может быть переписка какая-нибудь по поводу, я не знаю, блядь, по поводу, по поводу увеличителя члена, вот, типа, смотри, я вот с князем, короче, переписывался, он советовался со мной, как увеличить член, вот, и давай, видишь, мне можно доверять, я, понимаешь, я вот тут с князем, вот, в близких, да, и давай мне данные аккаунта своего, я тебя не обману, понимаешь, ну, все что угодно может быть, понимаете, мошенник даже может быть у меня в друзьях, просто, опять же, еще одна была ситуация, которая заключалась в том, что, мне писал человек, девочки, которая, скажем так, пыталась купить аккаунт, один раз отослала деньги, ей ничего не прислали, она не успокоилась, ей сказали, что нужно еще раз прислать ту же сумму, в два раза дороже, она еще раз прислала, и только после того, как она два раза прислала бабулесики за аккаунт, и очередной раз аккаунт не прислали, она только тогда поняла, что ее обманули, вот мне ее, не знаю, парень писал, или сагильдиец, не знаю кто, вот он говорит, вот такая вот ситуация произошла, и причем тот человек, который обманывал, он находился у меня в друзьях, и я эту падлу, короче, так и не удалил, не заблокировал, потому что я потерял переписку с тем чуваком, который мне рассказал об этом случае, понимаете, я даже до конца не знаю, кто у меня там в друзьях, когда-то там что-то, кого-то добавлял, какие-то там бывшие сагильдиецы, или еще кто-либо, то есть по-хорошему, мне вообще надо из друзей взять всех удалить, и добавить только тех, кого я, скажем так, реально знаю, ну, потому что, ребят, вот такая вот ситуация, нужно все это дело почистить, потому, даже если там фотка будет со мной, со встречи, не знаю, игроков битвы замков в Москве, еще что-либо, будут прикрываться любой вещью, вот, а так что, блин, у нас такой разговор получился на 20 минут, я хотел на 10 минут, но получилось на 20, ну, потому что вот мне захотелось посидеть с вами, вот как с другом, вот так вот, в спокойной обстановке, поговорить, обсудить все это дело, рассказать этот случай, к сожалению, конечно, удержание у этого видео будет маленькое, и до сути видео, наверное, никто не досмотрел, но вот уж у меня такая вот проблема, иногда хочется не по 10 минут видоса записывать, а, скажем так, по 20, вот, к чему я все это веду, ребята, будьте внимательными, в особенности сейчас, когда аккаунты вообще ничего не стоят, когда все равно огромнейшее количество людей хочет вас обмануть, да, существуют в природе честные гаранты, я даже одного знал, вот, но понимаете, это, скажем так, тот вид людей, который вымирает, они как бы где-то и есть, но хуй ты на них попадешь, я вам просто вот, я не знаю, человек 5 пыталась купить аккаунт, но как только понимали, что гарантом буду я, и, скажем так, обмануть меня будет нельзя, то есть, ну, кого-либо, да, сразу же все сливались, моментально, и еще, хватит мне, пожалуйста, писать, скажем так, в личку, там еще где-то пытаться долбить, князь, побудь моим гарантом, я еще там что-то вот хочу купить, продать, стояли, ребят, я зажравшаяся скотина, я в этом говне плавать не собираюсь, если я в это говно и залезу, то за очень большую сумму денег, и эта сумма денег, моих, скажем так, гарантийных услуг, будет стоить намного дороже вашего аккаунта, задумайтесь об этом, или того аккаунта, который вы хотите купить, потому, вот такие вот дела, а, да, и остерегайтесь, у меня тут сейчас недавно Влад Захаров скинул, как бы вам сказать, у меня ВКонтакте около 20 гандонов, которые создали копии моих страничек, да, то есть у меня только одна страничка ВКонтакте, у меня нету никаких доверенных лиц, которые могут брать ваши данные от аккаунтов, еще какую-либо вашу личную информацию, есть одна страничка ВКонтакте, которую вы можете сверить с той, что указано по ссылке в описании под видосами, вот и все, потому, что просто даже мошенников, которые скопировали мои фотографии, мое имя, огромнейшее количество друзья, вот такой вот рассказ, вот такой вот урок, я может быть реально займусь тем, что я удалю всех друзей, кого я вот не помню, да, из ВКонтакта, ну, потому, что это какой-то, это какой-то кобздец, это, ребятушки, какой-то кобздец, так что, если что, я кого-то удалил, извиняйте, потому, что я уже просто вот, ну, не помню всех, не будьте лохами, что мне еще раз хочется сказать, ну, не будьте лохами, ну, вот, типа, нахера оно вам надо, эти аккаунты, никому сейчас нахер не нужны, играйте в свое удовольствие, по кайфу развивать свой аккаунт, а если ты, к примеру, как и я, там, давно играешь, и вдруг тебе игра надоела, ну, вот просто, понимаете, можно долго говорить о том, что игра испортилась, она умерла, плохие обновления, но в большинстве своем старые игроки бросают, как бы они не хотели этого признавать, игру, только потому, что она, ну, вот, блядь, надоела, ну, вот, просто ты реально давно играешь, и ты вот бросаешь играть, и тебе, понятно, хочется каким-то образом отбить те деньги, которые ты вложил, скажем так, в аккаунт, да, и, блин, ты пытаешься его продать, но в 99% случаев тебя просто обманут, не порти себе настроение, вот, тем, что тебя кинули на аккаунт, который, скажем так, развивался очень долго, ты тратил на него время, деньги, а в попытках получить за него какие-то там 20 тысяч рублей, тебя взяли, кинули на аккаунт, и на деньги, зачем, зачем оно тебе надо, зачем тебе такое послевкусие, игра, отдай аккаунт там, сагильдийцам, не знаю, или просто перестань на него заходить, ну, в конечном итоге, возьми и слей, это будет куда правильнее, чем пытаться его продать, и просто все закончится тем, что тебя обманут, вот такие вот дела, друзья, и не верьте никаким гарантам, реально, и, так что так вот, вот, пожелаю вам всем огромнейшей удачи, кто досмотрел до конца видос, вы прям вообще, вот, вы, вы, вы красавчики, вы красавчики, вот, только на вас держатся мой канал, всем пока, ай, ребятушки, по скриптум, скажем так, мой приятель, так аккаунт никому и не продал, вот, вот, real talk, real story, со мной, Продолжение следует...